Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Противоречие профсоюзной борьбы докеров морского порта Санкт-Петербурга». Ведет занятие член профсоюза докеров России Михаил Юрьевич Беляев. Пожалуйста, можно сидеть. Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня 22 апреля 2001 года. Я, пользуясь возможностью, хотел бы всех поздравить с днем рождения Владимира Ильича Ленина. Я думаю, что это всеобщий праздник. Я от всей души вас всех с этим поздравляю. Спасибо. Хотелось бы также сказать о том, что 2021 год является тоже годом юбилейным. юбилейным по отношению ко всем докерам Ленинградского морского порта, да и всех членов профсоюзной организации РПД. Потому что 30 лет назад, весною, был организован, наверное, впервые в нашей истории стране, независимый профсоюз докеров. Это такая своеобразная веха в истории всего, я так считаю, профсоюзного движения нашей страны. Ну а начать хотел бы лекцию, если мы говорим о противоречиях, то профсоюзной борьбы, хотелось бы, наверное, определить эти противоречия. Ну и вкратце, может быть, остановиться на них. Ну, понятное дело, что если мы говорим о профсоюзной организации, то это общественная организация, которая объединяет рабочих по производственному признаку с целью отстаивания своих интересов. И в связи с этим, так как это общественная организация, также имеется в жизни и в работе каждой профсоюзной организации, возникают противоречия разного характера. Но такие, если мы возьмем противоречия общественных интересов и личных интересов, если мы говорим, что общественная организация – это объединение людей, но, в принципе, в каждой этой организации есть индивид, который в первую очередь думает о своей зарплате. Ну, также есть противоречия, если мы возьмем в таком политэкономическом смысле, конечно, есть противоречия между общественной формой производства и частной формой присвоения продукта труда, который производится. Ну, и такое вот еще, на мой взгляд, и хотелось бы на нем, наверное, и остановиться, важное противоречие – это противоречие между классовой сущностью профсоюза и производственным характером организации, как профсоюз. Ну, в вступительной части хотелось бы коснуться немножечко истории, вот, рассказать о, так как год юбилейный, вот, рассказать о пути, который прошла наша организация в становлении и о сегодняшних событиях и ситуациях, которые есть, вот, если мы вспомним, то 91-й год – это как раз-таки год такой эпохальной веха, это когда, можно сказать, развалился Советский Союз окончательно, вот, и вставал, такие, перед рабочими вставал вопрос, а что же и как же существовать дальше. Ну, в 91-м году энтузиастами, которые осмыслили эту ситуацию, была принята попытка создать независимый профсоюз в Ленинградском морском торговом порту. До этого момента в Ленинградском морском порту существовал общероссийский профсоюз водного транспорта, вот, все рабочие, как мы знаем, ходили в какой-либо из профсоюзных организаций, в какую-либо, вот, так же самое и в большинстве докеры также входили в профсоюз водного транспорта. Задача этого профсоюза, мы все знаем, она существовала как данность профсоюзной организации, и обычно они занимались вопросами защиты интересов, конечно же, рабочих, но мы имеем в виду это, правильно ли увольняется рабочий или неправильно его увольняют, защищают его интересы. Ну, а также социальную и такую функцию несли эта организация, можно так, досуга и отдыха членов профсоюза. Ну, достаточно это формальная организация была, и в рамках этой профсоюзной организации отстаивать свои, так скажем, узкопрофессиональные интересы было достаточно сложно, можно сказать, ну, можно сказать, нереально. Значит, что явилось толчком для организации и создания профсоюзной организации, хочу напомнить и сказать, это был момент, когда в рамках трудового законодательства, ну, вернее, трудового договора на тот момент он существовал, вот, была и отсутствовала такая важная форма, которая касалась докеров, это нормы физической нагрузки, вот, их, так как ее отсутствие, ну, вернее, ее отсутствие как раз-таки приводило к тому, что многим докерам приходилось перерабатывать на мешковых грузах, ну, достаточно тяжелая работа была, вот, без норм. И это вот как раз-таки было одно из требований, вокруг которого произошло, можно так сказать, и объединение докеров, да, и мы неоднократно, вернее, докеры неоднократно выходили с этим предложением внести в коллективный договор эту норму, но не получалось, и тогда было вот принято как раз-таки решение о создании, это толчком явилось для создания независимого профсоюза. Должен сказать и признаться, что, в принципе, процесс прошел достаточно, так скажем, безболезненно, вот, я помню, так как я пришел как раз-таки в это же время, в 91-м году в Порт пришел и как раз-таки попал, так сказать, в гущу событий. Я помню свое заявление о вступлении в профсоюз, я написал в учебно-производственном комбинате, когда к нам пришел председатель цеховой организации 2-го района, вот, и рассказал цель создания профсоюза, для чего он нужен и почему это важно, и каждый присутствующий из нас написали заявление. И в процессе практически 100% докеров, они вступили в этот профсоюз, профсоюз состоялся, а дальше показала история о том, что события, которые проходили, вот, они подтвердили важность этого события. То есть, в истории профсоюзной нашей организации, можно сказать, много было таких эпохальных событий, вот, когда докерам приходилось не раз бастовать и отстаивать свои интересы, вот, нам удалось заключить коллективный договор, который существует сегодня, на сегодня существует, вот, в разных профсоюзных организациях российского профсоюзного докера. Поэтому для, так скажем, для всех профсоюзных организаций, которые сегодня существуют и которые пытаются организоваться или создаться сегодня, есть, на мой взгляд, ну, такой, подспорье, не подспорье, но возможность изучить опыт нашей профсоюзной организации, его переработать, применить его для своей организации и, скажем так, плодотворно отстаивать интересы, интересы рабочих в этом непростом и сложном, так скажем, мире, вот, капиталистическом. Да. Ну, что хотелось бы еще сказать по истории. Наша профсоюзная организация объединяет не только Ленинградский морской торговый порт, но туда входит, он является российской организацией, профсоюзной, туда входят и дальневосточные порты, вот, поэтому она такой носит общий российский характер. Ну, что сказать, как и во всей жизни есть разные, так скажем, эпохи, да, эпохи, когда динамическое, происходит динамическое развитие и эпоха, когда, можно сказать, происходит регресс в общественной жизни. Ну, вот, на протяжении достаточно длительного времени мы активно отстаивали свои интересы. На сегодняшний момент можно ли сказать, какую роль носит профсоюзная организация российский, ну, российский профсоюз Докеру в отстаивании? Большую, я считаю, потому что можно сказать, что наша организация сумела сохранить, например, такие сильные, на мой взгляд, коллективные договора, как коллективный договор, например, на ПКТ или в Неве Металл. Вот. Если их, этот коллективный договор изучить, то можно прийти, на мой взгляд, к однозначному выводу, что это один из самых прогрессивных коллективных договоров, которые существуют сегодня. Вот. Это, на мой взгляд, такое важное событие. Но хочу признаться, что, конечно, мы находимся сегодня тоже не в улучшенной, так скажем, ситуации. Если численность профсоюза нашей организации, я не хочу сказать сейчас числа, ну, то есть в количественном составе, но она значительно уменьшилась. Это по объективным причинам и субъективным причинам. По объективной, можно сказать, это естественная, так скажем, уход докеров на пенсию, на профессиональные заболевания. Многие докеры нашей организации оформляли профессиональные заболевания. Вот. Потом со временем администрация и владельцы, так скажем, собственники тоже научились как работать с профсоюзными организациями. И применяли свой опыт на практике. Этот опыт, так скажем, можно сказать, негативно сказывается. То есть сегодня сложная ситуация, например, в профсоюзной организации морского торгового порта. Там численность упала, если не в 10 раз, то больше существует и, так скажем, профсоюзная организация, которая создавал сам работодатель. Вот. Ну и понятное дело, что сегодня, если профсоюзная организация маленькая, небольшая, то она накладывает определенные сложности в работе. То есть ты не можешь выйти с инициативой заключить коллективный договор, тебе нужно искать поддержку. Я имею в виду, что согласно законодательству инициатором коллективных переговоров может являться профсоюзная организация, где больше половины работников этой организации состоят. Вот. Поэтому приходится искать какие-то союзы с профсоюзными организациями или вообще искать поддержку среди рабочих коллектива. Это непросто. Это сложный этап, потому что работники находятся под достаточно жестким давлением, административным давлением со стороны, понятное дело, администрации. Вот. Но идущий, да, вот, он определенно куда-то должен прийти, поэтому было бы и желание, вот, и можно в любых условиях работать. И это тоже показывает и опыт нашей профсоюзной организации. Понятное дело, что если мы сегодня говорим о такой, скажем, профсоюзной жизни России, то она, на мой взгляд, тоже, да, начинает понихонечку оживать, но это непростая жизнь. Да, мы говорим о том, что организовать профсоюзную организацию на производстве сложно. Вот. И это нужно требует и мужества, и времени, и самоотдачи, ну, многих факторов, которые требуются. Вот. Понятное дело, что вот как только администрация узнает о шагах, которые предпринимают рабочие для создания профсоюзной организации, то вступает административный ресурс, вступает давление, вступают репрессии определенные и попытки на корню это дело пресечь. Вот. Поэтому здесь наш опыт создания профсоюзной организации, конечно же, так нельзя брать за основу, да. Понятное дело, что условия немножко другие, да не то, что немножко кардинально другие. Вот. Если мы создали свой профсоюз на фоне того, что все члены, все рабочие когда-то находились в рамках профсоюзной организации единой и большой Советского Союза, вот, то, понятное дело, то есть инерционный момент, конечно-таки, повлиял, и работники спокойно перешли просто в другой профсоюз. Вот. То сегодня приходится, конечно-таки, применять, ну, не знаю, там, особые способы, возможности. Ну, это такое, на мой взгляд, профсоюзная работа – это не только такая, скажем, организационная или еще, это такое своего рода искусство определенное, то есть ты должен постоянно в изменяющей ситуации находить правильное решение. Вот. Это такая интересная тоже и позитивная, можно сказать, работа. Вот. Ну, и если мы коснемся, я тут как бы такой исторический, может быть, экскурс озвучил. Ну, хотелось бы как раз-таки вернуться к противоречиям, которые существуют в работе профсоюзной организации. Ну, пользуясь как бы возможностью, и я хотел бы поблагодарить фонд Рабочей Академии за активное участие в работе наших профсоюзных органов и вообще в жизни нашего профсоюза. Вот. Фонд Рабочей Академии внес колоссальный неоценимый вклад, то есть, в этот процесс. Вот. И я хотел бы на этом остановиться. Почему? Потому что вот сегодня, если мы говорим о классовой сущности, да, понятное дело, что профсоюзная организация – это организация, объединяющая рабочих, то есть, пролетариат. То есть, понятное дело, что классовая сущность общества как раз-таки и говорит о том, что да, ну, вот есть класс, есть пролетариат. То есть, то, соответственно, сможет ли пролетариат отстаивать самостоятельно свои интересы? Да, наверное, сможет. Но только лишь какой-то узкой, на мой взгляд, такой перспективе, не перспективе. Но в общем, в общем, профсоюзная организация не может, на мой взгляд, и опыт нашей организации тоже доказывает. Она не может существовать без, так скажем, без авангарда класса, о чём я хотел сказать. То есть, если в жизни профсоюзной организации не будет принимать участие партия, которая знает, понимает, и помогает рабочему осознать свои коренные интересы, то, скорее всего, работа профсоюзной организации столкнётся с таким, можно сказать, с трудностями. На каком-то этапе, я думаю, что, как и в нашей организации, при активном сотрудничестве с Фондом Рабочей Академии мы добивались положительных результатов и побед. Но пришёл этап, когда не то, что мы сторонились от сотрудничества, но как-то так решили, что мы можем существовать и самостоятельно, и это сотрудничество, так скажем, было эпизодическим, то можно проследить по истории как бы и вехам. То есть, с каждым разом мы делали не шаг вперёд, а, можно сказать, шаг полшага назад. Поэтому из, так скажем, своего опыта работы в профсоюзной организации могу сказать, что это очень важный аспект работы в профсоюзной организации. Если профсоюзная организация не будет находить поддержку в лице партии, которая будет защищать её интересы и, так скажем, в массы пропагандировать или, как это, приводить эти интересы и говорить об этих интересах, то, к сожалению, будут большие трудности в профсоюзной организации в дальнейшем. Теперь хотелось бы сказать, как сотрудничество, например, проходило в нашей организации. То есть, в нашей организации находились и работали несколько членов партии, российской партии труда, которые, в принципе, ну, как сказать, и являлись такими связующей нитью между партией, предположим, и профсоюзом. Вот. Нельзя не отметить то, что любая профсоюзная организация, она состоит, конечно-таки, из членов профсоюза, ну и руководящих органов, да. Вот. И профсоюзная организация не может существовать без, так скажем, ну, я могу сказать про свою организацию в жизни нашей профсоюзной организации огромную роль, на мой взгляд, сыграла, так скажем, газета «Докер», вот, которая как раз-таки и создавалась при помощи фонда рабочей академии. Вот. Это, на мой взгляд, это такое сильное и мощное оружие, которое есть в руках профсоюзной организации, вот, и без которого, ну, так скажем, рассчитывать на какие-то большие результаты не приходится. Вот. Могу признаться, что в нашей организации, даже внутри нашей организации, частенько были дискуссии о важности и необходимости этого дела, потому что многие считали, что это и не так важно, вот. Но практика показала, что это является мощным орудием, вот, профсоюзным орудием, поэтому донести быструю и оперативную информацию до всех членов профсоюза, это возможно, если у тебя есть такой, скажем, свой орган печати. Сегодня, понятное дело, в связи с развитием интернета и коммуникации, эти возможности могут, так скажем, расширяться, но, на мой взгляд, печатное слово, что написано пером, не вырубишь топором, и печатное слово, оно всегда будет оставаться сильным оружием. Вот. Ну вот, это первый такой вот аргумент. Дальше, о чем бы хотелось сказать, то, что при сотрудничестве с Фондом рабочей академии нам удавалось находить поддержку в каких ситуациях, когда нам приходилось сталкиваться не только с администрацией порта, но и с, так скажем, судебной властью. Что я имею в виду, то, что неоднократно забастовки, которые были, объявлялись нашей организацией, они признавались незаконными, и нам приходилось вступать, такие, скажем, в разрешение судебных вопросов, этих вопросов, вернее, в суде. И мы активную поддержку находили тогда. В лице Фонда рабочей академии отстаивали свои интересы там. Ну и хотелось бы еще сказать то, что вот такой вехой, можно сказать, на мой взгляд, я так, может быть, скачу, перескакиваю, но хотелось бы сказать то, что мы сегодня видим в общественной жизни только лишь такое вот движение, направленное на защиту, так скажем, бедного осужденного Навального, да, вот, но если мы возьмем и отмотаем, ну, то есть больше в общественной жизни, можно сказать, такого ничего такого мы не видим. Но на самом деле, если вспомним 80-е, конец 80-х, 90-е годы, вернее, когда попытка, вернее, середина, я уж не помню, 90-х годов, хотел бы напомнить, что была попытка государственной власти изменить трудовое законодательство. Вот. И мы помним, как это все дело происходило. И благодаря консолидации сил независимых профсоюзов, общественных объединений, а также партий, я помню, ну, нам тогда удалось отстоять прогрессивное коллективное, ой, коллективное, трудовое законодательство. Я помню, тоже принимал активное участие, и был в Москве как раз-таки, когда были пикеты возле Государственной Думы, вот, был непосредственно еще в самой Государственной Думе, ну, тогда я хотел бы сказать то, что, ну, так это, этот вопрос колыхнул и объединил рабочих, вот, и рабочие на тот момент показали свою силу, характер, вот, профсоюзные организации, партийные организации объединились, то есть, и я считаю, что тот коллективный, ой, коллективный трудовой кодекс, который существует, вот, он таки, ну, достаточно, ну, не знаю, можно ли назвать это демократическим, но я считаю, что этот трудовое законодательство позволяет сегодня, в принципе, отстаивать интересы, да, то есть, вплоть до проведения запастовок. Почему? Потому что наш опыт показал, что нам удавалось проводить запастовки и в рамках существующего трудового законодательства. Непростой путь, сложный путь, наполненный юридическими сложностями и тонкостями, которые необходимо соблюдать, но если при условии, если вы соблюдаете все нормы закона, вот, целенаправильно двигаетесь в этом направлении, то и провести забастовку, а забастовка, мы как относились к ней, как крайней формой проявления, да, крайней формой, так скажем, вот. Вот. Возможно, реально. Но из истории нашего профсоюза, и если мы говорим, ну, наша лекция как бы направлена, она такая, наверное, на мой взгляд, практическая и носит характер, да, то, ну, как бы мой совет, вот, не прибегать и к этой форме, вернее, не то чтобы не прибегать, а всегда держать ее как запасную и крайнюю форму, да. То есть в коллективных действиях, которые неизбежны, в результате, если вы хотите отстаивать свои интересы, без коллективных действий вам не обойтись, то существует многообразие всяких возможных организационных форм, при которых работодатель становится отзывчивее, вот, в переговорном процессе, вот. Поэтому нами, наши организации достаточно активно применялись всевозможные разные формы, это и так называемая итальянская форма забастовки, и секторальная, и, ну, это тоже, так скажем, поле такое индивидуальное и творческое. Вот, индивидуальное и творческое, поэтому достаточно, если находятся инициативные ребята, толковые, грамотные, то есть они всегда могут придумать что-то интересное, такое неожиданное, неординарное, которое, вот, можно будет применить. Ну, если мы так вот, скажем, коснулись непосредственно роли партийных организаций в жизни профсоюза, вот, ну, хотелось бы еще, может быть, остановиться на таком противоречии, как противоречия, вообще-таки, можно сказать, человеческого характера, да, я имею в виду между общественным характером, да, производства или общественной организацией, так как профсоюз общественная организация, и личными интересами, да. Ну, понятное дело, когда у вас профсоюзная организация маленькая, то у вас нет освобожденных, навряд ли, ну, то вы можете себе позволить освободить для работы непосредственно в профсоюзной организации работников, поэтому, когда маленькая организация, то председатель, председатель цехового комитета, они все находятся в коллективе, неотрывно от коллектива, вот, а когда у вас становится организация достаточно большой, и у вас и появляются возможности и необходимости, вот, освободить, сделать человека, который непосредственно будет заниматься профсоюзной работой, то тут возникают такие вот тенденции, могут быть возникнуть, когда человек отрывается, можно сказать, от коллектива, вот, и у него возникают так же, как и у всех, вопросы о том, что хорошо иметь мягкое кресло, вот, хорошо иметь уютный кабинет, хорошо иметь неплохую зарплату, и зачастую вступают противоречия, как раз возникает противоречие, когда, вот, личные, так скажем, желания входят в противоречие с общественными организациями, то есть, на, из истории нашей профсоюзной организации могу сказать, то, что у нас достаточно, ну, не скажу часто, но были случаи, когда приходилось, так скажем, переизбирать председателей профсоюзной организации, вот, по разным причинам, не будем останавливаться на этом, но это есть такая тенденция, то есть, это тенденция такого, скажем, отрыва, вот, вот, человек освобожденный, со временем, он, так скажем, начинает, так скажем, независимо, вот, отрываться от коллектива, вернее, скажем так. Поэтому в свое время у нас такая тенденция тоже присутствовала, и я помню даже выступал с инициативой о том, чтобы внести изменения в положение профсоюзной организации, какого характера, чтобы, так скажем, освобожденный профсоюзный работник не отрывался от производства, от рабочих, делать, так скажем, работу полуосвобожденной, то есть, какой-то период он находится на освобожденной должности, какой-то период он работает в бригаде. И это возможность, конечно, каким-то образом нивелировать вот эту, вот, так скажем, попытку оторваться от коллектива. Вот. Почему это важно? Потому что еще, что, не знаю, кто-то из... не помню, кто-то говорил о том, что зачем платить рабочему деньги, когда можно деньги заплатить председателю. Вот. Есть такая зачастую, ну, вот, угроза о том, что администрации всегда легче договориться, значит, с председателем, возможно, да, чем непосредственно повышать зарплату всей профсоюзной организации, ну, то есть, всем, там, докером, рабочим и так далее. То есть, ну, администрация ищет тоже свои пути всевозможного давления, всевозможные пути оказывать, то есть, решать свои задачи. Вот. В принципе, этот, как бы, угроза такая тоже существует. То есть, ты не замет... То есть, бывают такие моменты незаметные, вдруг председатель профсоюзной организации встает на позицию работодателя, говорит, начинает, как бы, говорить языком работодателя. Говорить об интересах производства, вот, говорить о таких вот... Ну, иногда говорить странные слова, скажем так. И это становится заметным. Вот такой вот, скажем, как способ разрешения противоречий можно внести в положение профсоюзной организации такое вот, можно сказать, положение. Ну, что еще хочется сказать о... В нашей... Так как в нашу профсоюзную организацию входили первички, да, разные, да, у нас тоже был определенный опыт, когда в профсоюзную организацию просились такие маленькие организации, только созданные. Да, у нас был случай, когда ребята из Рыбного порта пришли к нам и просили помочь в создании профсоюзной организации. Мы оказывали им всевозможную поддержку, но все это закончилось достаточно печально. Почему? Потому что после того, как работодатель узнал о том, что на территории его будет создаваться профсоюзная организация, он просто-просто-напросто уволил ребят. Вот. Потребовалось чуть ли не больше года для того, чтобы их восстановить. Получилась смешная немножко ситуация. За этот период люди нашли себе другую работу, и даже для них она была более привлекательной. И попытка, скажем так, создания независимого профсоюза или профсоюза докеров окончилась тогда неуспешно. К чему я хотел сказать? То, что сегодня как раз-таки ситуация, которая складывается вообще, наверное, на производстве, так как на производствах вообще отсутствуют, наверное, профсоюзные организации так таковые. Если существует, то администрация сегодня, она немножечко бывает, мы называем, есть работодатели умные, а есть да, не очень. То есть умный профсоюз, то есть работодатель, он в принципе и сам заинтересован в создании профсоюзной организации, но организации, которая будет непосредственно иметь возможность через нее управлять и контролировать общественные процессы, так скажем, на производстве. И он зачастую создает свой такой желтый профсоюз, мы говорим такое определение, есть желтый профсоюз, это значит профсоюз, которым принимает участие в создании работодателя. И создать какую-то альтернативу этому зачастую достаточно очень сложно. Ну и вот опять-таки упирается в то, что как только ты узнаешь, работодатель узнает о том, что будут попытки создать независимый профсоюз, он быстренько-быстренько на это реагирует. Поэтому совет какой, что не надо и не требуется, наверное, скажем так, озвучивать о том, что мы создаем организацию профсоюзную. Нужно, наверное, так скажем, применяя опыт работы первых революционеров, это делать неоткрыто, можно сказать, подпольно. Но главное, что помогает в создании профсоюза, это, так скажем, наличие коллективного договора. Ну то есть вы не можете прийти или сорганизовать рабочих, когда вы не привнесете что-то в рабочее движение или к рабочим, вы должны прийти с чем-то рабочим. Понятное дело, ну сказать, давайте мы повысим заработную плату, это, конечно, объединяет. Понятное дело, что главное, зачем мы ходим на работу, это чтобы получить достойную заработную плату. Поэтому добиться этого дела очень важно. Но есть и другие, конечно, моменты, которые, они в каждом производстве узкие, но в решении которых заинтересованы рабочих, если вы придете уже с готовым, предположим, коллективным договором к рабочему, да, если вы сможете это дело распространить и привнести это в рабочее дело, то, может быть, вам, скорее всего, будет легче потом и создать такой костяк, не костяк, ну, объединить рабочих. Или даже при условии того, что у вас не будет, так скажем, открыто объединение в профсоюзную организацию, но тогда вы все равно найдете отлик среди рабочих, и они вас будут поддерживать. Поэтому вот мой такой совет, что нужно быть аккуратно с лозунгами и с призывами. То есть зачастую призывы там бывают, если вы не продумаете это, то он может привести к обратной, к негативной реакции. Ну, негативная реакция, например, у нас была следующего характера, у нас была дискуссия очень частая, когда возникал вопрос о повышении заработной платы, то возникал вопрос о на сколько. то возникал вопрос всегда какого, ну, плана, то есть часть, можно сказать, представителей, даже руководящих, руководящих профсоюзом говорили, что нужно повысить заработную плату на индекс инфляции. Вот, но люди, которые, ну, так скажем, осмысленно подходили, они говорили, что нужно, так скажем, ну, не в два раза, но не на индекс инфляции, а существенно выше, иначе вас тогда рабочий не поймет. Ну, так зачастую и происходило, то есть у нас происходила дискуссия о том, а как же и на сколько повышать заработную плату. И опыт показал то, что ты становишься всегда в проигрышную позицию, если ты предлагаешь рабочим лишь только проиндексировать заработную плату. Вот, и я бы рекомендовал, ну, не знаю, товарищам, которые соберутся смелости и будут организовывать профсоюзы на производстве, осмысленно подходить к требованиям, которые, с которым они потом будут выходить к людям. Вас не поддержат люди, если вы будете там предлагать там какой-нибудь там 5, 10, 11 процентов, да. 50 еще подумают, вот. Но в процессе 50 мы понимаем, что зачастую это цифра совсем-таки была другая. Вот. Это такой тоже важный аспект в профсоюзной жизни. Профсоюзная жизнь не может существовать без, ну, скажем так, без наличия основного документа. Если вы не сможете создать этот документ, то, на мой взгляд, и не стоит, ну, скажем, объявлять о том, что мы организовали вчера независимый профсоюз. Вот. Это такой вот из опыта и из жизни, можно сказать. Ну, что еще хотелось бы сказать о... На сегодняшний момент, понятное дело, мы находимся тоже в непростой ситуации, да, и понятное дело, что работодатель тоже учится, вот. И, например, в Ленинградском морском, ну, вернее, в профсоюзной организации, в которой я был, на сегодняшний момент как раз-таки вот ситуация осложнилась тем, что работодатель творчески подошел к осмыслению вот всей, так скажем, всех этапов борьбы с профсоюзом докеров. В общем, они, на мой взгляд, выбрали правильную тактику и создали свой профсоюз, перетянули туда административный ресурс, получили численные превосходства и тем самым блокировали все попытки и возможности выйти на переговоры с администрацией по вопросам повышения заработной платы. Ну, в общем, что я хотел сказать, то, что на той стороне ваш противник ресурсами обладает неограниченными, возможностями обладает неограниченными. В общем, ну, это, да, такое данность есть, но если у вас есть решительность и, так скажем, смелость, то, в принципе, и у вас есть шансы этот профсоюз создать и добиваться положительных результатов для рабочих. Ну, по поводу противоречий можно говорить, наверное, много. Ну, хотелось бы вернуться немножко обратно и оттого и считать, ну, если вы меня спросите, вернее, какое же главное противоречие и не то чтобы противоречие и как его разрешается, ну, то есть, вот, если вы создаете профсоюз, то вы должны найти поддержку в лице, так скажем, людей, которые занимаются не только, так скажем, вопросами защиты интереса, а и, так скажем, вопросами разрешения политических вопросов. Я имею в виду, что если вы не найдете поддержку какой-нибудь партии, вот, которые вам не будут оказывать какую-то поддержку, то это будет точно, усложняет процесс. Ну, что я хочу, почему я это хочу сказать, то, что на сегодняшний момент, понятное дело, что как отстаиваются интересы. Ну, да, вы на какой-то период, скажем, повысили заработную плату, вот, но вы не решаете вопросы, да, с инфляцией, вы не решаете вопросы с такими, скажем так, законодательными инициативами, то есть вы не можете все это сделать, то есть в рамках, скажем, и замкнутого пространства профсоюзной организации вы все равно придете к тому, что вам придется через какой-то период очередной раз ставить вопрос о повышении заработной платы, и это такое, как бег по экскалатору, то есть вы, грубо говоря, будете вечно бежать вверх, а вас вечно будет скатывать вниз. Поэтому тут вот неизбежность. Ну, и так же самое можно сказать и можно провести такое, перевернуть эту ситуацию и сказать то, что партийная жизнь в стране невозможна, если мы говорим, что в нашей стране есть партии. Ну, вот они должны искать профсоюзы, они должны в них работать, они должны создавать, глубже, так скажем, углубляться в жизнь рабочего, да. Вот должен сказать то, что не могу не отметить о том, что на сегодняшнее время существует площадка, которая, я не знаю, она достаточно, ну, уже, я, ну, очень большое время существует. Это в Нижнем Новгороде, как он? Российский комитет. Российский комитет рабочий. Ну, это, на мой взгляд, уникальное, так скажем, событие, которое происходит два раза в год. И когда я там принимал неоднократное участие, и члены нашего профсоюза принимали неоднократное участие, вот. То есть, эта площадка, которая объединяет, на которой вы можете поделиться опытом, это, ну, не знаю, на мой взгляд, это только можно приветствовать и говорить, и расширять этот опыт в рамках, можно сказать, всей страны. Понятное дело, понятное дело, да, туда приезжают рабочие со всей страны, да, ну, хотелось бы, конечно, чтобы больше, вот, и было людей, приезжало, чтобы делились опытом, вот. Это такой вот позитивный момент, без которого, на мой взгляд, сегодня сложно очень-таки добиваться результатов положительных в отстаивании интересов рабочих. Вот, наверное, в принципе, всё, что я хотел сказать на сегодняшний момент, да, то есть, о противоречиях можно говорить очень много, вот. Они являются таким, скажем, не то, что сопутствующим, без них мы не можем, вот, прожить, вот, но главное, чтобы из них выйти по пути прогресса, а не по пути регресса, вот, поэтому думаю, что наша задача, вот, этот путь искать правильный и добиваться на этом пути правильных результатов. Вот, спасибо большое за внимание, если есть какие-то вопросы, готов ответить. И, насколько тема актуальнейшая, здесь много вопросов. Здесь можно прочитать, здесь от руки написано, либо я прочитаю. У меня не совсем, да. Дожди, по порядку сейчас. Да, можно. Первый вопрос. Какие основные тезисы можно и нужно пропагандировать своим коллегам? Как объяснить им важность коллективного договора? Ну, по поводу тезисов, мне сложно, потому что тезисы, на мой взгляд, это больше относится, к рабочему с тезисами всегда сложно приходить. Вот. Вы должны прийти, скажем так, с коренными интересами, то есть, с насущным. То есть, ну, такой вот, давайте, вся власть советом, я думаю, что это сложный вопрос, прийти к ним с таким лозунгом. Ну, если вы придете с тезисом, а не повысить ли нам заработную плату, на мой взгляд, может их заинтересовать. Потом, по поводу коллективного договора, ну, на самом деле, тоже это такой, я понимаю, что сложный процесс, но, ну, как бы, ну, это примерно так же, а зачем нам тогда вообще трудовой кодекс? Ну, что такое коллективный договор? Это такой, скажем, локальный, можно сказать, трудовой кодекс, который описывает и включает в себе узкие такие важные аспекты. Ну, например, я уже приводил свой пример, наш, вернее, пример, то, что нас объединило в свое время, вот этим толчком явилось отсутствие нормы на физические нагрузки, да, ну, вы посмотрите, что больное вот у вас. Ну, например, да, если вам не платят, вы работаете в малярном цеху или где-нибудь, и вам за вредность не платят или еще что-нибудь, ну, понятное дело, да, это влияет на ваше здоровье, на продолжительность вашей жизни, и это, конечно, уже объединит рабочих. И нужно, понятное дело, к рабочему нужно прийти с простым, коротким, да, как у нас Владимир Ильич Ленин говорил, фабрики кому? Рабочим, земли кому? Крестьянам просто, просто лаконично, лаконично. Вот если вы найдете вот где-то этот лаконизм и этот, то я думаю, что вас поймут и поддержат. Следующий вопрос. Профсоюз, по-вашему, является организацией, помогающей рабочим отстаивать свои права, или это организация самих рабочих? Ну, нет, ну, это тоже такой вот, здесь взаимоисключающий, а не объединяющий. Понятное дело, что профсоюз, он и создается для отстаивания своих интересов, но никакой профсоюз не может существовать без рабочего. Поэтому. Опять пронесу. Я спрашиваю, это организация самих рабочих? Ну, конечно-таки, а как? А как еще? Я не знаю, другого. Вот у вас промеркнуло так, что вот надо как бы идти к рабочим, чтобы создать для них профсоюз. Нет, такого, наверное, если вы услышали, то это неверно. Да, обычно это все рождается внутри профсоюзной организации. Ну, например, как вот, да, ну, например, я даже не знаю, да, возможно, кто-то вдруг решил прийти, устроиться на работу с целью создания профсоюза. Это примерно так звучит. Нет, вы работаете, и вы понимаете, что условия, в которых вы работаете, не соответствуют, ну, так скажем, нормальным условиям труда. Вы к этому приходите, к рабочим, в процессе дискуссии вы понимаете, что это насущный вопрос для всех. И потихонечку-потихонечку вы понимаете, что отстоять единично невозможно этот вопрос. И так далее. Движение приходит к тому, что люди начинают вокруг этого объединяться, и так создается профсоюз. Но я не знаю другого способа объединения профсоюза. Второй вопрос. Вы считаете, что в вашем профсоюзе рабочие являются пролетариями? Ну, я не считаю, это считаю, это вообще-то классика, вообще-то... Это ведь промелькнули. Да, возможно. Да, правильно. Третий вопрос. Партия рабочего класса является руководящим органом или авангардом трудящихся в борьбе за свои экономические интересы вкупе с политическим? Ну, да, я так думаю. Следующий вопрос. Можно ли организовать борьбу профсоюза за коренные интересы трудящихся, а именно организовать ситуацию, когда работодатель перестает быть хозяином на предприятии в результате перехода власти в руки профсоюза? Ну, это интересный вопрос, да, такое возможно. Время забастовки кто хозяин? Да, это вот я хотел сказать как раз-таки это, да, что период забастовки, ситуация, почему работодатель, ну, как это сказать, он не то что боится, но осознает этот вопрос. Да и в истории, например, нашей, вспомните, в 90-х годах был ЦБК, по-моему, Выборгский ЦБК, там были очень такие интересные события, вот, когда рабочие смогли объединиться и работали, так скажем, локально, независимо от собственника. Ну, могу сказать на примере нашем, да, например, в период достаточно жесткие противостояния коллективных действий, но, так сказать-то, ну, нами было предпринято такой тоже один из ходов таких тактических, было подготовлено письмо непосредственно к президенту с требованием национализации предприятия в связи с тем, что работодатель не идет навстречу рабочему и, как мы говорим, трудовой кодекс что пишет? Что мы партнеры, вот, и, так скажем, не проявляет должных партнерских взаимоотношений. Тогда это тоже такое создает подвешенное состояние у работодателя, а вдруг действительно найдется там человек, ну, то есть другой собственник может прийти, и он как-то начинает по-другому. То есть это тоже возможно. Ну, вот, а главное, хотел сказать, то, что в период забастовки одним из, таким, скажем, ключевым моментом является то, что забастовка руководит забастовочный комитет и что его решения, они законны, а он что может решить, он может там изменить графии проведения забастовки, он может там применить для охраны объекта народную дружину, он может, ну, еще разные формы может быть там присутствовать. Это формы есть, и это да, и они такие, скажем, действенные. Извините, еще добавок к этому вопросу, но ведь на ЦБК была другая ситуация. Забастовка-то не перманентная была, они работать начали, сами по себе, и не подпускали. Запишитесь и выступите. А чего мне выступать? Вот я уже выступила. Вопрос есть, ответ есть. Последний вопрос. Ходят слухи, что морской торговый порт власти предлагает перевести в услугу. Слышали ли вы об этом? Ну, это как, ну, не скажу, что как только я пришел в порт, но да, но где-то с годов 2000-х, там, когда началась чехарда с собственниками, да, то наш любимый, значит, директор первой стивидорной компании, Ослан Борис Петрович неоднократно говорил, типа, что бастуете, что бастуете, говорит, вот завтра вот он скажет, здесь будет город-сад и застроит здесь все домами. Это была такая одна из, ну, скажем так, пугалок-непугалок. Но, вы знаете, я тоже такой вопрос риторический. Я не несу ответственности по поводу слухов, не знаю, и о переносе. Я знаю, что существует контейнерный терминал, существуют там терминалы, вот, которые работают. Но если застраивается исторический центр, если то говорить о том, что вдруг кто-нибудь не решит построить какой-нибудь там, да, как, апарт-отель, кто тут? У этого кто-нибудь, есть имя и фамилия, он с 13-го года этого добивался. Ну, я, знаете, вот по поводу этого, если вы хотите и говорите о том, что Владимир Владимирович о том, как это, скажем, мечтал о том применить, но я должен сказать то, что очень сложные времена, когда были, так скажем, вокруг порта, потому что порт был поделен, так скажем, Бандийским Петербургом. И при его, я извиняюсь, наверное, таки участии, потому что, ну, а кто еще? Вот, произошла консолидация. То есть, в руках Лисина оказался, ну, не только Лисина, а таких вот людей достаточно известных, они стали, объединили все активы, и вокруг них объединение произошло. То есть, говорить об этом, что он, ну, не знаю, не буду. Это не мая, вопрос не мая. Товарищ сказал, подчеркнул снова важность коллективных договоров, и сказал, что есть лишь чем гордиться, вес в чем профсоюзов, тоже в коллективном договоре, он может быть образцом. А вот такой факт. Госдеп США выделил 900 тысяч долларов Армении, чтобы помочь научить рабочих заключать коллективные договоры организовывать профсоюзы и легальные забастовки. Госдеп США не занимается распространением по белу свету коммунизма и социализма. Госдеп США приживляет капитализм. Стало быть, коллективные договоры, профсоюзы, легальные забастовки очень подходят для того, чтобы рабочие поменялись с капитализмом, уживаясь, существовали по десятилетия, столетия, как это и происходит в Европе и у нас вот уже 30 лет до того, как был такой феномен в Советской власти, в Советском Союзе. И рабочий сам понимает ограниченность, как бы вот этого идеализации коллективных договоров, профсоюзов. А забастовки для чего забастовки? И он правильно отмечает основное противоречие. Противоречие основное в том, что у экономических профсоюзов есть задача политическая – остановить работу. Не работаем с капиталом, не работаем с частными собственниками. Нам не нужны частные собственники, чтобы организовать производство в стране и жизнь в стране. А потом приходим в магазин и хлеба нет. А потом приходим не в магазин, а советская власть в стране. В магазинах есть хлеб. Я с неболону хочу. Итак, вот эта всеобщая забастовка не на отдельных предприятиях. Остается той ступенькой, той фазой следующей, которая не переедена нами и в конкретном движении тоже. Хорошо, какой грамотный рабочий. Он упоминал Ленина. Всегда очень к месту. Всегда очень правильно. Сам говорил о том, что Ленин говорил, что словом, надо перейти на следующую ступеньку. Если можете, рабочие, помогите объединить забастовки на один день в целом, вместе, чтобы это была забастовка политическая, именно против капитала, именно против частной собственности. Не велика ступенька, а переступить трудно. Это конкретная задача. И если рабочий говорил, что как им помогла партия, с которой они одно время сотрудничали, тоже спасибо за это рабочему. Какой продвинутый рабочий, какой грамотный и как правильно отмечает. А следующее высказывание его было еще лучше, что партия должна искать профсоюзов и рабочих. Для чего же? Именно для этого. Чтобы перейти на следующую ступень. Чтобы отдельные разрозненные забастовки организовать в одну всесоюзную политическую стачку против капиталистического строя, против частной собственности. Это задача, которая сейчас стоит в нашей стране, перед профсоюзным движением, перед коммунистическим движением партий. В этом смысле партии и профсоюзы нужны сейчас друг другу. Спасибо. Так, заключительное слово, Михаил Владимирович. Даже не знаю, какое заключительное слово сказать, но вернемся, наверное, к тому, что лекция была посвящена противоречиям. Профсоюзной борьбы. Профсоюзной борьбы. Невозможно никакая борьба без потерь, невозможно никакая борьба и без побед. Поэтому хотел бы сказать побольше нам побед, поменьше нам потерь. Спасибо. Василий Владимирович. Объявление. У нас выключается на следующей неделе следующий день. Тема занятия Ленин о соотношении экономической и политической борьбы паралитариата. Читает лексу кандидат в медицинский наук Гиптелев. День сборочный. Спасибо. Встречайте. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...